Здравствуйте! Девушка подозревается в содержании наркопритона. Это не только прямо сейчас. Два человека, одна из которых 19-летняя беременная девушка, пострадали в результате крупной аварии на перекрестке улицы Чистопольской и Нигматулина. Там столкнулись две «Лады» — «Калина» и «Лада-14» модели. По предварительной версии, причиной всему стал выезд одной из машин на перекресток на красный свет. Но ни один водитель в нарушении правил не сознался. Алина Бережная продолжит. У меня есть ушиб, ребра. Несмотря на полученные травмы, мужчина отказался от госпециализации, куда серьезнее досталось его беременной жене. После аварии ее оперативно увезли в больницу с подозрением на травму шейного позвонка. Позднее медики диагностировали у 19-летней девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Вину за это мужчина возлагает на водителя «Лады Калины», который, по его мнению, нарушил правила дорожного движения. Я ехал со стороны улицы Нигматулина, в сторону Чистопольска, в сторону Амирхана, по Чистопольску. Ехал на свой зеленый светофор. А водитель «Калины» проехал на красный. Мою машину развернуло на 360 градусов. Второй участник аварии с таким мнением не согласен. Напротив, винил во всем владельца 14-й. Молодой человек не получил серьезных травм, но находился в состоянии эмоционального шока. Он заявлял, что не нарушал правила дорожного движения и двигался на разрешающий сигнал светофора. Да, он с этой стороны хотел повернуть на Чистопольске. Я ехал на зеленый, соответственно, он, значит, выезжал на красный. В этом споре хозяин 14-й обнаружил любопытную деталь. По его версии, у второго водителя был видеорегистратор. На момент столкновения на него почему-то не попал. Начали смотреть. Вот, он стер запись, потому что этой записи вообще не существует, ее нет. Ну, до дороги вот это есть запись, а после дороги нет. Здесь это запись. А после моста уже у него записи исчезло. Момент столкновения исчез, почитаете? Да. Приехавшие на место происшествия автоинспекторы предположили, что на красный проехал именно водитель 14-й. Учитывая, что момент ДТП не зафиксировал ни видеорегистратор, ни камеры видеонаблюдения, участники аварии ищут свидетелей этого столкновения. Разбор аварии им еще предстоит. Алина Бережная, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Крупная авария произошла сегодня на пересечении улицы Артема Айдинова и Щербаковского переулка. Там столкнулись Рено Сандер и микроавтобус Форд. По предварительным данным, один из участников столкновения решил повернуть в неположенном месте. Это и послужило причиной происшествия. Вся меня за вас подробными деталями. Водитель микроавтобуса поворачивал налево, сюда, на Артема Айдинова. А ему нельзя было этого делать. Прямо передо мной он выехал. Водитель Рено Сандер рассказывает, ехал на работу, направлялся с улицы Бутлерова в сторону Вишневского. Он говорит, правил не нарушал. На перекрестке улицы Артема Айдинова и Щербаковского переулка на разрешающий сигнал светофора. Хотел проехать прямо, но это у него так и не получилось. Помешал микроавтобус, молодой человек уверен, что вина в аварии полностью лежит на водителе Форда. Последний же так и не считает. Говорят, вы виноват, да, в аварии? Да нет, как говорится, не надо комментарии. Зачем комментарии-то? Вину свою никто признавать не спешил. Однако, со слов водителя легковушки, мужчина на Форде поворачивал налево в неположенном месте. Такой маневр здесь запрещен. Столкновение было сильным. У автомобиля Рено практически полностью смята передняя часть и сработали подушки безопасности. У микроавтобуса же пострадал правый бок. Виновника теперь предстоит выявить автоинспектором. Нафиса Минязова, Затсу Мигулин, вызов 112. Большие сугробы, плохая видимость и собственная невнимательность при выезде со двора стали причиной аварии. Причина аварии на улице Кулахметова. По крайней мере, именно так произошедшее объясняет предполагаемый виновник ДТП. Водитель Тойоты не пропустил Ки-Рио. Мнение обоих водителей материали Альбина Минебаевой. Ну, просто неожиданно, передо мной появился, я заделал его, все. Водитель Ки-Рио Рашид Исхаков рассказывает, ехал на работу, направлялся с улицы Фрунзо в сторону восстания. Говорит, правил не нарушал. Но на улице Кулахметова неожиданно перед ним выехал автомобиль Тойота Королла. Признается, чтобы избежать столкновения, у него самого не хватило ни времени, ни расстояния. Водитель Тойоты вину признал. Нет, не увидел. Вы не убедились, получается? Ну да, машина стояла, я просто его не увидел. Мужчина признается, выезжал со двора, хотел поехать на работу, но спокойно доехать у него не получилось. Говорит, из-за больших сугробов и своей невнимательности спровоцировал аварию. Считать, что страховых выплат хватит для того, чтобы покрыть ремонт пострадавшего автомобиля. Авария, произошедшая в самый час пик, едва не затруднила движение на этом участке дороги. Участники ДТП остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Альбина Менебаева, Нафиса Минязова, Азат Самигулин. Вызов 112. Вырвал из рук только что выданное банкоматом 10 тысяч рублей, а затем похитил телефон у продавца магазина. Полицейские Казани задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений. Что и как он совершал, расскажет Рамиль Шайдулин. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как грабитель убегает с места происшествия. В тот вечер, в середине февраля, от его действий пострадал 58-летний мужчина. Потерпевший только снял деньги с карты, банкомат выдал ему 10 тысяч рублей. Но едва он взял их в руки, то моментально лишился. Подозреваемый просто выхватил у него деньги и скрылся. Схожий по приметам, человек через некоторое время похитил мобильный телефон с прилавка магазина. С заявлением в полицию обратилась продавщица. На основании показаний заявителя был составлен фоторобот нападавшего, а также изъят из записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка с приметами нападавшего была разуслана всем наружным службам полиции. В ходе отработки территории полицейские задержали предполагаемого грабителя и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 27-летний молодой человек. Свою вину мужчина полностью признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Рамиль Шайдулин, Эфиса Минязова, вызов 112. Игнорировала предупреждение, за что и была привлечена к уголовной ответственности. Полицейские бугульмы выявили наркопритон. Он располагался в одном из домов по улице Никитина. Как выяснили правоохранители, в квартире жила 26-летняя девушка, которая не только употребляла наркотики, но и предоставляла жилье для таких же целей своих знакомым. Что из этого вышло, знает Зинара Камалова. То есть наркотические вещества, правильно? Точно принялись слышали? Да, она была кому принадлежит. При очередном визите полицейские установили, что хозяйка квартиры, 26-летний урожен Каринбургской области употребляет наркотики, и она всячески пыталась доказать, что запрещенные вещества хранила для личного употребления. Изготавливали для себя? Да. Без цели сбыта? Без цели сбыта. Выяснилось, что женщина предоставляет свою жилплощадь посторонним лицам для изготовления наркотических средств. Застава Бугульменки таких троих гостей, сотрудники наркоконтроля, вынесли ей официальное предостережение о прекращении преступной деятельности, но женщину это не остановило. Во время следующей проверки в ее квартире оперативники застали наркопотребителей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств. В отношении жительницы Бугульмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ей грозит до 4 лет лишения свободы. Динара Камалая, Ратназипов, вызов 112. Полицейские призывают жителей республики принять участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». До 23 марта по телефону доверия МВД 291-2002 и на телефон республиканского наркологического диспансера можно сообщить обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Полицейские ждут звонков круглосуточно. В наркодиспансере телефон доверия работает с 9 до 16 часов. Номера указаны на экране. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.